Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в войне за независимость. Тайно, без согласования с Верховной Радой, представителям Украины принят сценарий Путина. Фактическое признание оккупационных властей Российской Федерации как представителей отдельных районов Украины. Этот документ по сути показывает, что непризнанные власти фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование. Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории. Все шесть лет велись переговоры с Россией, а теперь в документе есть отдельные в кавычках районы Украины, то есть Украина ведет переговоры сама с собой. Это означает, что мы сами признаем у себя внутренний конфликт. Тот самый внутренний конфликт, который пиарит Сивоха. Подписание этого документа в Минске тянет на уголовное дело против представителей Украины в трехсторонней контактной группе и против всего круга лиц, причастных к этому преступлению, включая Владимира Зеленского. Статья 111. Государственная измена. Кроме этого, подписание соглашения в Минске о создании консультативного совета с представителями отдельных районов Украины является прямым нарушением Конституции и Закона Украины. Неуверенные потуги руководителя Офиса президента Ермака дать логическое объяснение созданию этого консультативного совета разбиваются об одну простую аксиому. ЛДНР контролируется Россией. И любые представители тех территорий априори будут представителями Российской Федерации. Но этим документом Украина признает на своей территории несуществующий внутренний конфликт при прямой военной агрессии России, с которой снимается вся ответственность. Это неприкрытая государственная измена. Капитулянт Зеленский и все причастные должны быть преданы суду. Они откровенно плюют на Украину и сдают ее агрессору. Открытая фаза капитуляции началась. Если сейчас общество промолчит, то такой страны, как Украина, больше не будет. Думайте. Субтитры создавал DimaTorzok